Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! К сожалению, статистика по демографической ситуации в нашем регионе и в стране неутешительная. И с 1992 года идет увеличение числа семей, не зарегистрированных в браке. И развод, и рождение ребенка вне брака уже не является аномальными явлениями. Число бездетных семей выросло. Вот может ли в этой ситуации помочь церковь? Вы знаете, приходилось нам уже с вами говорить на похожие темы. И я всегда, когда меня спрашивают, может ли церковь помочь в какой-то отдельной ситуации взятой, я всегда говорю, не может. Считайте, что не может. Церковь не предназначена для того, чтобы что-то повышать, организовывать, исправлять и прочее. Церковь – это жизнь с Богом. Чем больше будет людей в церкви, чем больше людей придет к Богу, чем больше людей станет жить или будет пытаться жить по заповедям Божьим, тем лучше будет все остальное. Вот в той среде, в которой и есть церковь. Там будет и демография хорошая, там будет с воспитанием детей, и со многими вещами там будет гораздо лучше, чем вне церкви. Поэтому помочь людям, которые в храм не ходят, которые Евангелие не читают, и заповеди Божьи считают какими-то, так сказать, старыми памятниками древней письменности, помочь им невозможно. Церковь помочь им не может. Они все равно будут жить так, как им хочется, так, как их научили, так, как они считают нужным. И они не хотят иметь детей, допустим, до 40 лет, они не будут их заводить. Они будут жить для себя. Они не хотят жениться, выходить замуж, тоже не будут. Будут жить в свободных отношениях, как это сейчас называется. Поэтому церковь помогает, она, точнее, церковь является новой жизнью для своих чад. И вот среди своих чад, да, она настаивает на том, чтобы и браки были венчанными, и правильными, и чтобы смысл семейной жизни осознавался обоими супругами, и чтобы детей рожать, а не регулировать их численность, чтобы, родив их, воспитывать так, как полагается, так, чтобы они знали старших, чтобы они верили в Бога, старались быть тоже настоящими христианами. Вот, собственно говоря, что можно ответить на этот вопрос. Почему говорят, что семья – это малая церковь? А потому что семья – это образ взаимоотношений, соединения Христа и церкви. Вот, Христос и церковь тоже по семейному типу соотносятся друг к другу, да, это тоже одно тело и одна плоть и один дух. Так и семья предназначена для той же цели, для которой предназначена церковь, для спасения. Вот почему семья – малая церковь. В чем основной смысл семьи? – Смысл семьи – это совместная жизнь в любви и стремлении к спасению своей души и воспитанию детей. Для чего совершается венчание? Какая разница существует между браком светским и венчанным? Венчание, опять же, это, собственно, и есть заключение брака для верующих людей. Потому что венчание – это молитва церкви о новой семье, и это обещание перед лицом церкви и Бога людьми верности и доброй совести по отношению друг к другу. Вот, поэтому это, собственно говоря, и есть брак. Светский брак – это брак для тех людей, которые в церковь не ходят. Поскольку он сегодня обязательный, то он заключается и теми, кто ходит в храм, и верующими людьми, и теми, кто в храмы не ходит. Вот, собственно говоря, разница. Собственно говоря, светский брак, для того, чтобы понять, надо просто расшифровать известное всем слово «ЗАГС». Запись актов гражданского состояния. Все. – Какие главные проблемы современной семьи? – Ну, вы знаете, во-первых, я монах, и мне как-то достаточно сложно говорить о семейной жизни, поскольку я ее знаю по касательной только от людей, которые сами живут семейной жизнью. И, так сказать, изнутри она мне незнакома. Но, наверное, главная проблема у нас вообще в отношениях между людьми, а в семейной жизни это, наверное, еще в большей степени заметно, это неготовность людей терпеть друг друга и смиряться друг перед другом. Это постоянное желание людей сломать своего супруга или супругу и сделать свои копии. Люди разные. Есть хорошее такое выражение, что муж и жена – это две части одного целого. – Ну, они вместе составляют некую единицу. А если этого нет, то начинается просто растянутая во времени, порой на всю жизнь борьба друг с другом, кто кого. Кто кого переборет, кто кого заставит жить, думать, действовать так, как я хочу, так, как я привык, так, как я считаю правильным. Это самая главная проблема. Вот то, что вместо совместной жизни в любви и согласии люди начинают такую очень тяжелую, беспощадную борьбу друг с другом за первенство. – Собственно, второй, следующий вопрос, он как бы продолжение этого. Как начать строить семейные отношения, чтобы сохранить их хорошими на долгие годы? – Ну, вот, наверное, надо учитывать вот это. Надо стараться… Вообще, любовь, она ведь не завидует, не превозносится. Она смиряется, она терпит, все терпит, всему верит и на все надеется апостолу. Вот, наверное, надо очень как-то для себя понять, что такое любовь. Потому что обычно, так сказать, в обществе под этим словом понимают совершенно достаточно узкое какое-то чувство, стремление к обладанию другим человеком. А любовь – это стремление как можно больше отдать самого себя. Ну, по крайней мере, должна быть такое. Вот, наверное, стремиться к тому, чтобы не пытаться сломать свою половину под себя, а наоборот, любить и самоотверженно отдавать самого себя. – Выбирать себе мужа или жену православному человеку нужно только среди православных? – Да, да. Это я настаиваю на этом обязательно, потому что все остальные случаи, они обычно плохо заканчиваются. Если это неверующий человек, ну, может быть, еще есть, если он не является противником, резким противником веры и церкви, ну, есть надежда, что что-то может измениться, хотя она далеко не всегда сбывается, эта надежда. А если это иноверец, то это просто путь к конфликтам, проблемам, и потом ничего хорошего из этого не выходит. Я лично не встречал. – Ну, некоторые мусульмане, они же крестятся, есть такие крещеные мусульмане? – Ну, они верующие, да, но в данном случае, если он крестится, он же не мусульманин. – Да, конечно, нет. – Тогда важно, да? – Скорее всего, да, это просто мы говорим о людях другой национальности, да. Нет, масса, я знаю, массу крещенных православных христиан из народов, которые традиционно являются мусульманскими, ну, и, не говоря уже о татарах, и дагестанцы, и таджики, и узбеки. У меня вот один таджик-священник есть, например, знакомый, да. Вот, поэтому эта благодать Божия действует абсолютно, невзирая на национальные какие-то границы, на культурные, исторические, географические и прочее, да. – Как семья – это радость или крест? – И то, и то. И одно, и второе. Конечно. Вообще в жизни человека все крест, потому что все приобретается, что имеет человек, и что хочет иметь, все приобретается большим трудом, порой мучительным трудом, да. Ну, и радостью. Я думаю, любой семейный человек со мной согласится. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова